Добрый, добрый, добрый день, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, что ж, настало время поговорить о том, что происходит в моменте на финансовых рынках, дать некую оценку этим событиям, ну и, как всегда, с надеждой посмотреть в будущее, может быть, даже мы окажемся вправы в своих прогнозах, ну, всегда, по крайней мере, мы на это надеемся. Итак, сегодня, тем не менее, локальная тема, нас ждет разговор об итогах саммита Большой Двадцатки, на прошлой неделе он проходил и закончился, как-то на фоне более глобальных, наверное, событий потерялась эта история, мы вспомним о ней и все-таки, да, там как-то попытаемся определить, каковы они эти итоги, что хорошего, что интересного саммит этот самый принес в нашу жизнь. Ну и, помимо всего прочего, конечно, будем говорить, как всегда, о том, что происходит на рынках. Я представляю, у меня сегодня две очаровательные гости в студии, Ирина Ступакова, аналитик управляющей компанией Solid Management. Добрый день, Ирина. Здравствуйте. И в студии Наталья Шилова, главный аналитик аналитического управления Бинбанка. Добрый день, Наташа. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы495, сайт компании финам.фм, все это вы можете использовать для того, чтобы к нашей беседе присоединиться, задать свой вопрос или поделиться собственным мнением по тому или иному поводу. Так, это я тоже сказал. Ну и последнее, начиная эфир, мы с вами смотрим, что происходит сейчас на рынках. Рисуем картину маслом. Давайте я это сделаю, не откладывая далее. Ну что ж, все неплохо, все неплохо, наверное. Ну, рынком виднее. Да. Закрытие вчерашней, закрытие американской торговой сессии более чем позитивно. Почти по проценту прибавили Dow Jones, S&P 500, чуть больше индикатор NASDAQ, индикатор высоких технологий. Далее Азия сегодня также, также позитивно. Полтора процента Nikkei, чуть больше процента Shanghai Composite. Европа также не отстает. Food City почти процент 80-х. Наши немножко сдувают сейчас, к сожалению, почему-то я такую тенденцию, наверное, как только сухому остатку в эфир выходить, да, весь оптимизм начинает как-то распродавать. И тем не менее, пока еще в плюсе. Индекс RTS прибавляет полпроцента, 1387, ну, серьезное сопротивление, да, 1400, мы об этом говорили, удастся, не удастся ему пройти, его посмотрим. И примерно так же выглядит индекс MMVB, почти полпроцента он прибавляет. Рубль продолжает укрепление, сделал он сегодня 33 сверху. Сейчас отскакивает 33,9, стоит доллар в рублях. Смотрим на сырье и на Форекс. Все это, естественно, взаимосвязано, и поэтому нефть корректируется. Теперь она уже, по крайней мере, в лице марки Brent стоит практически чуть ниже, ну, сейчас опять подрастает, 112 долларов. Да, если вы помните, мы говорили вчера, позавчера, точнее, на прошлой неделе, я 115, я 117. Коррекция налицо, лайт также корректируется, полпроцента теряет, 107 стоит бочка. Золото продолжает, так я бы сказал, торговлю в диапазоне, но сейчас тоже последние события связаны с тем, что золото начинают подраспродавать, минус процент со вчерашнего закрытия, 1372 стоит одна тройская унция. Дальше шевеление на валютном рынке происходит, евро-доллар забрался выше 1,32, 32,50, его текущая котировка. Ну, надо ли говорить о том, что, да, иена продолжает слабеть на фоне того, что происходило сегодня, да, вчера, точнее, со статистикой по Азии, по Японии, прежде всего, по ВВП, ну, и на фоне того, что происходит с индикаторами фондового рынка японского. Иена слабее, доллар-иена выше 100 опять торгуется. Ну, и набор голубых фишек сегодня разнонаправленный, всегда более однозначная динамика была. И, тем не менее, показатели такие. Ну, давайте, хуже рынка, да, почти 2% теряет рост нефти, сегодня 1,5% сургут. Газпром, правда, да, вот начинает корректироваться, 147,20 в моменте. Ну, а лидеры роста сегодня Аэрофлот, 2,5% на ЛМК, также 2,5% рост Телекомпа, 1,5% Сбер и Северсталь, и барабанная дробь, еще 7% сегодня прибавляет Уралкалий. Продолжается, видимо, агрессивное закрытие коротких позиций, наверное, может быть что-то другое. Ну, что ж, вот такова картина маслом, все неплохо, да, если смотреть на российский фондовый рынок. И, тем не менее, уважаемые гости, давайте мы начнем с заявленной темы. Итак, еще раз я проанонсирую. 5 сентября на прошлой неделе в Санкт-Петербурге проходил саммит Большой двадцатки. Он, значит, прошел, закончился, собственно, были приняты некие декларации, ну, как принято, да, на саммитах. И основные темы, все же, если выделяю, это замедление мировой экономики, это ситуация в глобальной торговле. Ну, и кулуарно там обсуждались еще более горячие какие-то события. Давайте я передам слово моим гостям. Наташ, с тебя начнем. Чем интересен был, запоминаюсь, чем он запомнился, этот саммит. Олег, ну, глобально, мне кажется, саммит прошел все-таки на фоне темы Сирии больше, которая в тот момент его перекрывала. Но, как мы знаем, тема Сирии, она была все-таки кулуарная, как вы сказали. Основные идеи саммита, они были выдвинуты еще там до самого саммита, и мы, в принципе, знали, что будет обсуждаться. Важная тема – это реакция развивающихся рынков на политику ФРС, да, о том, что наши страны… Первое, то, что было прописано, необходимость согласованной политики, да, и согласованного ответа национальных экономик, да, на изменение денежно-кредитной политики, там, крупных стран. Наташа, извини, пожалуйста, вот я сразу… Забавный у меня вопрос такой, ну, с точки зрения развивающихся, да, рынков, наверное, это логично, да, они как бы обращают к своим старшим товарищам, говорят, ребята, вы там без нас ничего не закручиваете, потому что на нас это тоже влияет, мы и так, вон, пострадавшие уже. А вот со стороны развитых экономик, да, есть такая точка зрения, что вот, ну, понятно, в лице кого мы можем увидеть такую картину, разводятся руки вот так в стороны, ребят, ну, извините, вы-то тут при чем? Мы же о себе заботимся прежде всего. Ну, да, действительно, то есть в теме саммита это было, это было говорено, но если мы вспомним комментарии властей ФРС, которые там давали буквально там пару недель назад до саммита свои оценки, они прямым текстом, собственно, и говорили, что цель работы ФРС – это экономика США и забота об экономике США, а, собственно, ваша национальная экономика – это забота национальных центробанков. Поэтому вопрос в том, что тема есть, она прописана, она обсуждается, но сказать, что это дает какие-то конкретные результаты или что ФРС будет каким-то образом учитывать в своей политике реакцию других экономик – это, конечно, необоснованно на это рассчитывание. Но, тем не менее, какой-то консенсус все-таки был найден, потому что я так понимаю, что сейчас в одном русле, что ли, идут, да, и развитые, и развивающие экономики. Как это выглядит, Наташа? Ну, сейчас, мне кажется, одно из таких более практичных решений этого саммита – это то, что мы решили создать все-таки единый валютный фонд стран БРИК, ну, это, наверное, с точки зрения практичного решения своп-линии относительно. То есть, когда какая-то из стран БРИК будет испытывать определенное давление, да, она сможет обратиться за, ну, на национальную валюту, она сможет, собственно, привлекать вот эти своп-линии из общего бюджета, взносы в которые будут делаться за счет международных резервов этих стран. То есть, там, Россия вроде порядка 80 миллиардов готова внести общий, там, фонд будет порядка 100 миллиардов, то есть, да. То есть, некая подушка такая для развивающихся экономик. Да, просто как фонд взаимопомощи, наверное, да, без конкретных довнесений, ну, вот такое вот, какое-то просто движение в общем русле. Ир, как ты думаешь, вот такое, я бы сказал, решение, да, оно не стратегическое, хотя, наверное, стратегическое все-таки, да, с точки зрения развивающихся экономик, оно, ну, не то чтобы на руку, оно согласовано с позицией развитой экономики, прежде всего, Федрезерва, то есть, нашли концепцию взаимопонимания, на твой взгляд? Ну, я думаю, в какой-то мере нашли. И сейчас, конечно, саммит Большой двадцатки и решения, и контракты по нему, они подталкивают рынок акций. И сейчас, конечно, интересен тоже вопрос, который был в кулуарах, это по поводу Сирии. Что касается ситуации в Сирии, на сегодня было запланировано выступление Барака Обамы перед населением США. Кроме того, завтра Конгресс США должен был вынести решение, быть войной или нет. Но все поменялось из-за того, что вчера министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия предлагает Сирии присоединиться к организациям по запрещению химического оружия. Сирия, в свою очередь, подтвердила свою готовность на это. Теперь осталась очередь за США, и Барак Обама заинтересовался данным предложением. Ири, я прошу прощения, мы сейчас прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Ирина Ступакова, аналитик, управляющая компанией Solid Management. И Наталья Шилова, главная аналитика аналитического управления Бинбанка. Мы говорим об итогах саммита Большой Двадцатки, закончившейся на прошлой неделе. Об влиянии этих итогов на состояние российского фонда, ну, наверное, прежде всего, состояние российского фондового рынка. Ну и, в принципе, как всегда, мы обсуждаем все, что происходит на этих самых финансовых площадках. Напомню еще раз, уважаемый слушатель, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте, отвечайте. Ира, ну что ж, продолжим, да, еще раз, если можно, ты нам освети. Я так понимаю, все-таки главные события, да, были неофициальны, что называется, на саммите. Да, в основном ситуация разворачивалась вокруг Сирии, и страны-участницы Большой Двадцатки голосовали за принятие решения о том, чтобы начать военные действия Сирии. Там, кстати, было много желающих-то, да? 12 стран-участниц, включая Германию и Саудовского района. Ну и, собственно, как я уже говорила, то, что министр Сергей Лавров предложил, сделал такое предложение, чтобы Сирия присоединилась к Организации по запрещению химического оружия. Сейчас США рассматривает данное предложение. Также влияет на то, что 90% населения США против развязывания войны Сирии, и они считают... А это информация откуда? Там был какой-то референдум уже, по этому поводу? Информация по данным опроса New York Times. Также, как мы знаем, Россия и Китай тоже против данных действий. И что касается влияния на фондовые рынки, можно посмотреть только, как одна фраза Владимира Владимировича Путина повлияла на фондовый рынок в пятницу, 6 сентября. Какая фраза? Фраза о том, что Россия окажет поддержку Сирии. Только за эти полчаса нефть Brent поддорожала на 1,5%. РТТС потерял 24 пункта. S&P 500 потерял 17,5 пунктов. И за это же время рубль просел по отношению к доллару на 0,33%. Смотрите, я хотел бы уточнить, ну, более-менее понятно, да, заявление нашего президента, тем более, вот такое, достаточно радикальное, что теряет, да, нефть прибавляет, рубль теряет, РТС падает. А S&P 500 тоже на это дело реагировал? Ну, смотрите, какая ситуация. Здесь в краткосрочной перспективе иностранные инвесторы, но в основном это в Америке, они будут скидывать акции и покупать облигации, если произойдут какие-то военные действия. Ну, и, соответственно, нефть дорожает, и, возможно, есть вероятность того, что нефть может подскочить до 130 долларов за баррель. Ну, это в случае, да, если реализуются какие-то негативные сценарии. Наташа, на твой взгляд, ну, достаточно серьезные заявления президента, ну, и, понятно, президент это официальное лицо, но, в принципе, да, ты представляешь себе, что Россия там вмешивается, участвует в военном конфликте? Ну, я думаю, что именно вмешательство там какое-то военное со стороны России на той или иной стороне, это вряд ли, да, там, оказывать какую-то там моральную поддержку материальную, возможно, поддержку гуманитарную помощь, там, выступать, представлять интересы там в организации объединенных наций этой страны, да, там, ее защищать. Это возможно, конечно же. Ну, я так понимаю, что если военные действия начнутся, то организация объединенных наций, она уже в стороне, оказывается. Ну, если США решится, да, 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 опять ее не спросили, и там уже руками размахивать бесполезно уже будет, да? Да, ну, мне кажется, сейчас события как-то они начали немножко развиваться в другом русле, и, собственно, да, и нефть на это пререагировала, мы видим, что она, в принципе, ушла там с максимумом, вернулась там на 112-113 долларов, вот, благодаря тому, что вот наше это предложение относительно Сирии, что Сирия передает все склады с химоружием под контроль международных организаций, и там, собственно, все оружие уничтожается. Оно было позитивно воспринято сирийцами, да, в принципе, мировой сообществом. Ну, официальным, да, официальным Дамаском, естественно. Официальным Дамаском, да, и США тоже, как бы, сейчас вроде бы готовы обсуждать, обдумывать, особенно с учетом сложной ситуации в Сенате, да, то есть, когда... Вот, кстати, да, Наташа, спасибо, Ира, как ты думаешь, действительно, это можно еще даже оценить, что предложение России, вот, по поводу того, чтобы, да, так сказать, проконтролировать, да, химическое оружие официально в Дамаске, оно как-то и на руку даже, да, официальным властям Америки, потому что действительно такой сложной ситуацией оказалась, да, сказал А, надо говорить Б уже. Да, конечно. Они так ухватились, да, как, можно сказать, там, за какую-то спасительную палочку. Конечно, думаю, в первую очередь Барак Обама за это ухватился, потому что ему явно не особо хочется развязывать военные действия. Сейчас осталась очередь за Сенатом, как они будут, они уже готовы, я думаю, на мой взгляд. Изначально, вот, когда вопрос этот, да, две недели назад уже на официальный полосы попал, и Барак Обам обсуждал там в кулуарах еще пока, да, со своими коллегами, все-таки мы видели достаточно агрессивные заявления, да, и от республиканцев, и от демократов, что они готовы были, шашки на голову, сейчас они немножко постыли. Да, сейчас страсти поутихли, уже не так агрессивно все настроены, но будем надеяться, что ситуация развяжется, по крайней мере, на некоторое время это откладывает военные действия. Ну, уже хорошо, и, в принципе, да, откладывает военные действия, это по определению, да, здорово. Но, Наташ, смотри, военная, высокая военная премия в ценах на нефть, мы обсуждали это достаточно долго уже, да, с вашими коллегами в этой студии в том числе, она, естественно, в какой-то степени на руку, да, представителям нашего российского бизнеса. Вот сейчас эта премия исчезает, ну, и постепенно как-то, да, сигнал-то негативный все же. Да, ну, мне кажется, если мы посмотрим на, там, стоимость нефти до разворачивания сирийского конфликта, и, там, стоимость нефти сейчас, там, максимальная, на мой взгляд, максимальная вот эта геополитическая премия, это порядка 10 долларов, да, то есть, если мы, там... Ну, 105-115, грубо говоря, там, да, было? Да, ну, то есть, если нефть возвращается, грубо говоря, на те же самые 105 долларов за баррель, собственно, ну, какая-то, конечно, в моменте, может быть, коррекция будет, там, реакция фондового рынка, но... Ни долгосрочно рубль на это не среагирует, мне кажется, ни в целом какую-то макроэкономическую ситуацию в экономике это не меняет, потому что нефть все равно остается выше 100 долларов за баррель, это, в принципе, достаточно для того, чтобы, там, мы получали достаточно экспортных доходов от данного ресурса, и, в принципе, ну, как бы, какого-то масштабного, там, усугубления ситуации для нас, мне кажется, там, исчезновение геополитической премии в нефти, оно не принесет. Понятно, понятно, то есть, ну, как можно так сформулировать, да, разница невелика, что до этого, что после этого, да? Я думаю, да, ну, то есть, сейчас мы получаем какие-то сверхдоходы, да, там, от текущей конъюнктуры, но даже если они уйдут, там, эти 5-10 долларов принципиальной ситуации не изменят. Хорошо, ну, а что, если оценивать последние несколько торговых сессий российского фондового рынка, Ира, на твой взгляд, что сейчас наполняет сердца инвесторов оптимизмом-то? Не одна же Сирия, наверное. Да, конечно, сейчас интересна очень отчетность компаний, которые публикуют ее, и хотелось бы, прежде всего, выделить это Магнит, который публиковал хорошую отчетность, благодаря тому, что очень много торговых точек новых открылось. М-видео, также очень хорошая отчетность, высокие показатели, высокая прибыль, благодаря открытию интернет-магазинов и большим продажам. И полиметалл. Ну, полиметалл достаточно средний такой актив, потому что дивидендная политика где-то один цент за акцию, но в свете того, что очень сильно упали акции полиметалла, сейчас это нормально. Понятно. То есть есть возможность подешевле откупить просто его, да? Я понял. Наташа, твой взгляд на отечественный рынок все-таки, да? Мы видим, сколько, третью, четвертую сессию. Ну, сегодня вот как-то не очень убедительно, но до этого... Вчера мы обсуждали с вашими коллегами, индекс РТС один из них привел в качестве примера текущей ситуации, где пробита линия нисходящего тренда на дневных графиках, и достаточно убедительно такой веселой бычей свечкой. Ну, то есть что это, разворот, Наташа, как ты думаешь? Ну, вот я исхожу в своем анализе, прежде всего из макроэкономики, да, и, наверное, более такой на среднесрочную перспективу. И сейчас, если мы посмотрим, фактор поддержки нашего рынка — это нефть. Несмотря на то, что, как я уже говорила, даже при исчезновении там геополитической премии из нее, мы ожидаем, что... То есть она сильно не подешевеет, да? Да, сильно не подешевеет, и 100-105 долларов она, в принципе, удерживает, что достаточно для нашей экономики. Далее наши экспортные партнеры — это Китай, в которой тоже сегодня мы видели данные, показал прекрасные данные по розничным продажам. Выходные, да, он дал тоже неплохую продаж. Да, собственно, мы видим Европу, которая тоже начала, ну, конечно, пока официальная статистика у нее там ноль и какой-то спад, да, по большинству стран, там только Германия выходит куда-то в рост. Но, тем не менее, прогнозы и PMI, они все показывают положительное развитие ситуации и дают основания рассчитывать на то, что острая фаза кризиса в Европе пройдена, рецессия как бы завершается, и наш экспорт туда тоже, ну, хотя бы будет стабилен, скажем так. И, тем не менее, завершается она или не завершается, да, это надо посмотреть еще, но очевидно, что сейчас деньги-то потекли в Европу, да, это и по европейским, так сказать, площадкам видно, да? Да, и мне кажется, даже если посмотреть на нашу добывающую промышленность, да, экспортеров, если там четвертый квартал 2012 года и первый квартал 2013 года, они показывали слабые показатели, и добывающая добыча сокращалась, то есть сейчас добывающая промышленность вновь становится как бы таким драйвером, да, для роста экономики, показывает рост там во втором квартале, и, в принципе, стабильная внешняя ситуация будет давать основания для роста в дальнейшем. То есть с этой точки зрения, я думаю, что наш фондовый рынок будет все-таки двигаться в положительном направлении, да, штурмовать отметку полторы тысячи в ММББ. Здорово. Вот, то есть основная идея на внешних площадках, то, что худшее уже позади, ну, то есть как там будет дальнейшее развитие событий, супербыстро или там не супербыстро. Худшее ты имеешь в виду замедлением экономики худшее, да, то есть дно найдено, рецессия пройдена, вот в этом смысле. Да, вот в этом смысле. Хотя все-таки мы еще худшего-то, да, поищем сейчас, наверное, уже после очередных новостей, худшее мы поедем опять в политике Федрезерва, да, потому что сейчас главный триггер у нас на следующей неделе заседание Федрезерва, и что они там, бедные, несчастные. Ну, их можно пожалеть, потому что от них сейчас во многом зависит, да, вот это мировое инверское сообщество сидит, да, ушки, ушки новострилы, что скажут, что скажут, будут снижать, не будут снижать, насколько будут снижать, боже мой. И, кстати, забавно, я опять к этому вернусь, что даже и на саммите большой двадцатки, да, вот это было основной темой, по большому счету, все это настолько взаимосвязано. Хорошо, хорошо, значит, я тогда, смотрите, давайте я напомню еще раз, в студии сегодня у меня Ирина Ступакова, аналитик, управляющая компанией Solid Management, и Наталья Шилова, главная аналитика аналитического управления Бинбанка. Мы подводим итоги саммита большой двадцатки, ну и, собственно, говорим о текущей ситуации. Сейчас у нас время послушать новости, а потом продолжим эфир. Итак, продолжим эфир, уважаемые слушатели Финам-ФМ, сухой остаток сейчас в эфире радиостанции. Меня зовут Олег Дмитриев, и мы обсуждаем сегодня, ну, в начале всего итоги саммита большой двадцатки, который проходил на прошлой неделе, ну и, собственно, общую ситуацию на финансовых рынках и ближайшие перспективы. Напомню, в гостях сегодня Ирина Ступакова, аналитик, управляющая компанией Solid Management, и Наталья Шилова, главная аналитика аналитического управления Бинбанка. Ну, еще на всякий случай, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компания финам.фм. Так, продолжим, продолжим, продолжим. Наташ, ну и, собственно, к Федрезерву давай, да, все вроде бы в экономике неплохо, хотя, опять-таки, насколько я помню, и на саммите это обсуждалось, да, основные параметры восстановления экономики, те, что на них ориентируется и Федрезерв в том числе, это безработица, да, ситуация безработицы, ну и экономический рост там через показатели инфляции. Вот ни тот, ни другой сейчас не радует глаз, по большому счету. Да, то есть, вот если мы вспомним данные последние, собственно, которые, как несколько, да, разочаровали рынки, несмотря на то, что безработица у нас снизилась официально, там, до 7,3%. У них у нас, у них. У них, да, прошу прощения. Вот, но если мы посмотрим на, там, прирост рабочих мест, то он разочаровал, особенно разочаровал, там, пересмотр данных предыдущих, там, на, по-моему, 160 тысяч, вот, то есть, это совершенно не то, что, в принципе, рынки ждут, и это свидетельствует о том, что неуверенно восстанавливается рынок труда в США, есть еще определенные проблемы, вот. Вот, но мне кажется, с одной стороны, если мы видим хорошую статистику, там, продолжение хорошей статистики по США, и, ну, как бы, хорошая статистика по США, она обуславливает рост экономики американской, и, в принципе, для рынков это неплохо. Я думаю, что ФРС достаточно крупная организация, которая будет действовать, учитывая все риски своей политики, она и сейчас, в принципе, как бы, достаточно взвешенно подходит к этому вопросу, и, там, ожидание ближайшего заседания ФРС, и то, что они, там, свернут объем покупок на, там, порядка 10 миллиардов долларов, они уже настолько заложены в рынок, и, там, последние 2-3 месяца рынок эту тему обсуждает, что, в принципе, политика ФРС, она такая адаптивная, она дает возможность всем игрокам к ней подготовиться, и сейчас мы уже видели, в принципе, на большинстве рынков вот эту вот подготовку к каким-то, там, будущим решениям, вот, и, с другой стороны, если мы вдруг видим, что ситуация пошла в каком-то не том русле, экономика США, там, не выходит на те параметры, о которых говорилось, мы, опять же, не увидим сокращения этих мер, и это, в принципе, будет рынком воспринято снова позитивно. То есть, на мой взгляд, у нас вопрос между, как бы, ну, где-то около умеренного позитива, вот так все-таки в дальнейшем, то есть, даже вот это вот сворачивание мер, оно пока будет компенсироваться хорошим ростом, особенно мы видим, там, рост недвижимости в США, рост цен на дома, да, рост занятости. Кстати, вот, если позволите, последнее сообщение из средств ленты новостей, что Банков Америка сокращает свое ипотечные подразделения, сокращает, точнее, сотрудников, 2100 человек будут уволены в октябре месяце. Ну, вот как это можно прокомментировать? Ну, с одной стороны, да, ипотека, мы говорили, да, что ставки по ипотеке растут, что с одной стороны отражает как раз восстановление американской экономики, с другой стороны, да, народ американский обращается за этой услугой в банки все меньше и меньше, даже давая возможность второму банку по капитализации Соединенных Штатов Америки 2000 человек уволить. Как быть-то? Как жить дальше? Кому верить-то? Я не могу понять. Ну, вообще, я считаю, что люди уже боятся обжечься, как произошло это с кризисом 2008 года, когда был, собственно говоря, ипотечный кризис в первую очередь. Поэтому сейчас сокращается объем ипотеки в США. То есть это нормально, но с точки зрения сокращения рабочих мест опять мы задачи-то не решаем, да? Я думаю, что, в принципе, этот сектор достаточно развит в США, и, возможно, данное решение Bank of America, оно связано скорее с, ну, какой-то оптимизацией собственного бизнеса, да, то есть я не думаю, что при том объеме спроса на ипотеку сейчас, ну, имеет смысл говорить, что это, там, не перспективно в дальнейшем, потому что экономика США — это растущая экономика, которая, в принципе, растет, там, порядка, там, двух процентов, что сопоставимо с нашими текущими темпами роста. То есть, на мой взгляд... Ну, и в любом случае, наверное, 2100 человек — это много, да? Это безусловно очень много. Но в рамках американской экономики все-таки, да, это показателем не будет таким каким-то катастрофическим. Ну, безусловно, это очень много, но я думаю, что это скорее перераспределение людей, да, может, в рамках финансового сектора. Понятно. Хорошо, хорошо. Ну, и вернемся, значит, к политике Федрезерва. Ну, твое личное мнение, вот, на заседании 17-19 сентября, которое будет на следующей неделе, что-то озвучит нам такое долгожданное о сокращении, цифру какую-то, там, 10 миллиардов, 20 миллиардов? Ну, вообще, все ожидают уже прекращения этой программы, сворачивания программы, и Бен Бернанке уже не раз намекал на подобное на своих пятиминутках. Ну, и хотелось бы сказать, на что это повлияет. Повлияет, естественно, на доллар. Каким образом? Доллар может укрепиться, если экономика будет восстанавливаться, и повлияет на рынок драгоценных металлов. Так. То есть сейчас до заседания ФРС США можно формировать какие-то длинные позиции по тому же золоту. Это будет таким тихой гаванью сейчас. Но после заседания США цены на золото могут упасть, и можно также присмотреться к платине и к палладе. Ну, давай, если можно, в деталях, да? То есть сейчас до заседания Федрезерва ты советуешь покупать золото? Я советую покупать, да, ну, на неделю. На неделю, да? А потом по факту, собственно, выступления, господин Бердан. А потом уже смотреть, что будет дальше. Потому что, конечно, сейчас обещание есть того, что программа будет сворачиваться. Ну, все узнаем с 17-го, 18-го. Ну, это понятно, да, мы загадывать не будем, но мне просто любопытно. На этом фоне золото растет, да, если люди ждут, что КУЕ будет сворачиваться, Наташа. Золото растет в цене? Ну, золото у нас как, скажем, такая альтернативная валюта сейчас, да, там, доллар США. И если мы все-таки ожидаем укрепление доллара в дальнейшем при сворачивании, то я бы не сказала, что это рождает какие-то сильные ожидания по росту золота, да, там. Вот. Мне вообще сейчас кажется, если честно, золото не особо интересным активом. Вот так вот в среднесрочной перспективе, я не говорю, там, про ближайшие недели динамику. Потому что мы видели, там, высокий спрос на золото до этого, мы видели, там, срабатывание большого количества, там, стопов и закрытия позиций. Если сейчас мы где-то, наверное, около, там, справедливых уровней и при более-менее равномерном темпе роста экономики, без резких стрессовых сценариев, вот, в принципе, там, мы не ожидаем каких-то, да, там, резких стрессовых сценариев, то золото, оно будет, там, торговаться в русле каких-то инфляционного роста, там, порядка, там, двух-трех процентов. А как его можно сейчас обозвать, Ир, как ты думаешь, вот, ну, традиционно мы все время выбираем золото, это актив-убежище, там, или... Тихая гавань. Тихая гавань, да, или обычный просто какой-то актив для того, чтобы поспекулировать можно, потому что туда-сюда движется и достаточно весело. Вот сейчас золото, оно как выглядит для инвесторов? Ну, уже поспекулировали летом, когда были шарты сильные, так называемые точиловые, как говорят трейдеры, а сейчас уже золото, если будет конфликт в Сирии, то да, оно будет интересно для инвесторов. И можно будет туда спрятаться для тех, кто не любит риски, для тех, кто не любит акции в такие тяжелые времена. Но вообще лично я еще посоветовала присмотреться бы к палладию и к платине, потому что данные драгоценные металлы используются для автомобильной промышленности. А поскольку Китай опубликовал свои данные, они наращивают автомобильную промышленность, наращивают темпы роста экономики и скупают таким образом платиной палладии. И можно сейчас присмотреться к этим драгоценным металлам. Я понял. Вот интересно. То есть здесь как бы альтернатива золоту, если мы берем металлоплатиновые группы, то золото, оно просто золото, да, а здесь все-таки и в промышленности. Да, и к тому же золото коррелирует с платиной, показывает сильную корреляцию. Очень хорошую тему, давайте мы ее обсудим, если вы не возражаете. Как чувствует себя Китай, Наташа? Вот на твой взгляд, последняя убедительная статистика, цифры поражают, и тем не менее, насколько это надежно, насколько это долгосрочно, ну, опять-таки, учитывая многие обстоятельства и очевидный субъективизм китайской статистики, да, ну и насколько, еще раз говорю, долгосрочно подобные тенденции. Да, по поводу китайской статистики, мне кажется, основное опасение сейчас всех людей, ее читающих, воспринимающих, это, скажем так, достоверность этих данных, потому что есть действительно большие опасения, что Китай там все-таки что-то как-то подкручивает, да, потому что статистика выходит действительно очень сильной, несмотря на то, что все ждут, что как бы экономика замедляется, мы это понимаем, и есть определенные, там, дыры и в плане, там, инвестиций, которые государство масштабно, там, увлекалось госинвестициями, да, там, кредитованием, сейчас мы видим, там, какие-то побочные эффекты от всех этих программ, тем не менее, при этом мы получаем, опять же, очень хорошую статистику убедительную. То есть, если опираться на те данные, которые у нас сейчас есть, вот, и принять на веру, да, статистику... Ну, нам, по большому счету, ничего не остается, да, Ир? Вот, можно уже упереться рогом и сказать, нет, я не верю китайской статистике, и поэтому буду продавать. А рынок-то растет, ты считаешь, как, есть смысл? Ну, вообще, Китай показывает достаточно-таки реальные цифры. Иностранные инвестиции Китая за 2012 год составили более 87 миллиардов долларов, и Китай переезжает только США и Великобритания. Больше всего Китай инвестировал в финансовые корпорации, и чуть менее в реальный сектор экономики, это порядка 77 миллиардов долларов. И было очень много осуществлено сделок по слиянию и поглощению среди компаний китайских. Это где-то более 500 сделок. Кстати, вот эта вся статистика, это то, что предоставляет, да, официальный Китай. Да, официальная китайская статистика. Вот опять к этому и возвращаемся, стоит этому верить или нет. Но, с другой стороны, рынок-то на это реагирует, он растет. Ну, я считаю, что даже если есть какая-то погрешность в этих цифрах, да, основная идея, основные тенденции, она действительно передает верно. И мы видим, что какого-то там значимого супер замедления экономики нет. Последние данные говорят, что там последние месяцы даже неплохо растет внутренний спрос, да, неплохо растет промышленность, неплохие экспортные данные мы видели. То есть, в целом, я бы оценила экономику в Китае как неплохим фактором. То есть, сейчас это не болевая точка, как бы, явно для мировой экономики, да, то есть, они растут, они развиваются выше среднемировых темпов, и я думаю, что в ближайшие там годы такая ситуация сохранится. То есть, вопрос там погрешности 1-2%, да, он, конечно, актуален, и если будут какие-то, ну, выясняются такие подробности, это будет как-то ограничивать оптимизм. Но, в целом, это не фактор риска сейчас, на мой взгляд. Ну, и очевидно, что это причина для оптимизма все же, да? Да, скорее всего. А если сравнивать, ну, и даже не сравнивать, а привязывать ситуацию в Китае к ситуации на российском фондовом рынке, ну, понятно, да, что, в первую очередь, там, на позитив из Китая металлурги, да, реагируют и так далее, и тому подобное. Вот что могло бы сейчас быть наиболее интересным для нашего инвестора? Ну, я думаю, вот то, что, собственно, вы уже озвучили, да, металлурги, как поставщики, собственно, сырья в Китае, они будут поддерживаемы в ближайшем времени. То, о чем я говорила раньше, то, что добывающая промышленность России сейчас, она вновь, благодаря, там, росту какому-то маленькому-маленькому, росту экспортных заказов, она вновь становится интересна, да, то есть, там, в принципе, это металлы, там, та же самая, тот же самый газ и нефть тоже, благодаря более-менее стабилизации макро-ситуации, они, как минимум, не должны, там, уйти в минус и не показать каких-то плохих результатов, будет показывать умеренный рост. То есть, на мой взгляд, вот эта отрасль, которая сейчас достаточно, да, интересна, с точки зрения инвестиций. Ира, у тебя какие мысли по этому поводу? Да, я согласна, еще также горнодобывающая отрасль будет интересна, ну, естественно, нефть и газ. То есть, вот это те самые драйверы, да, те самые интересные идеи, да, о которых можно говорить сейчас применительно к Российскому фонду рынку. Хорошо, не так много осталось сейчас, минутка буквально, я тем не менее вопрос свой задам, чтобы у вас была возможность, да, подумать об этом во время новостей. И все, что мы сегодня обсуждали, в конечном итоге, конечно, хотелось бы, да, понять, как на все это будет реагировать российская экономика. Ну, и в частности, конечно, нас всегда интересует курс национальной валюты. Очень много по этому поводу было копий, да, сломано. Будет рубль слабеть, будет он укрепляться, да, доколе будет он слабеть или укрепляться, потому что уже там какие-то технические уровни, да, были, если не пройдены, то, по крайней мере, подтверждены. Вот 33,50 сейчас ближайший у нас уровень сопротивления. И, соответственно, можно ли говорить о том, что вот в результате каких-то, да, макроэкономических внутри российских событий рубль будет двигаться в том направлении. Вот если не возражаете, об этом мы поговорим. Но поговорим уже сейчас после новостей, послушаем новости на Финам.ФМ, ну и продолжим эфир. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам.ФМ. Давайте продолжим наш разговор. Я единственное напомню, что сегодня у меня в гостях Ирина Ступакова, аналитик, управляющая компанией Solid Management, и Наталья Шилова, главный аналитик, аналитическое управление Бинбанка. Телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании finam.фм. Значит, я смотрю опять на картину, которая, ну сколько там, меньше часа прошло, которое, тем не менее, меняется достаточно существенно, ну, по крайней мере, если глядеть на сырье и на Форекс. Позитивно все еще выглядят фондовые рынки, 0,6 РТС, чуть меньше ММВБ, рубль немножко укрепляется. А вот нефть марки Brent уже 110 долларов, да, полтора процента теряет. Light Sweet 106 долларов, золото 1365, тоже полтора процента в минусе. Вот, и, значит, евро-доллар уже тоже потихонечку снижается, вместо с фунтом. Но такая картина рисуется, что как-то народ в доллар пошел активно. Это нормально, как ты считаешь сейчас? Ну, насчет пошел в доллар, при том, что он все-таки отошел от максимума, по крайней мере. И как-то риск у него, да, риск аппетит вроде бы вчера, позавчера обнаружился, да? Да, ну, сейчас, мне кажется, судя по нефти, это, наверное, да, это текущая, скорее, волатильность. И, как бы, судя по нефти, ситуация там на Сирии, она как-то вызывает все меньше и меньше последний у международных инвесторов, да. Это значит, что минус фактор поддержки для доллара. То есть основная идея по доллару, она есть и сохраняется, это ФРС. Вот, но тут есть свой фактор, то, что эта идея уже месяца три как рынком усиленно муссируется, и, собственно, только ленивый об этом, наверное, не говорит и не знает. И поэтому, мне кажется, во многом это уже в цене, о том, о чем мы говорили, то, что и там, если смотреть на рынок трежерис, да, доходность, которая скакнула почти под 3%, тоже уже, как бы, говорит о том, что первые меры ФРС, там, по сворачиванию, они уже в цене текущего рынка. Вот, поэтому, мне кажется, что рубль сейчас неплохо выглядит, и при поддержке нефти, там, 100-110 долларов за баррель, это нормальные, там, котировки для рубля, чтобы, как минимум, удерживаться на текущих уровнях и не ослабевать. Я сейчас, знаешь, о чем подумал, вот, ну, не будем, так сказать, гадать, но такую я моделирую ситуацию, 18-19, да, заседание Федрезерва, предположим, и объявляют о сокращении на 10 миллиардов. И все радуются этому и начинают расти. И мы разводим руками в очередной раз, потому что, как логика-то, мы сокращаем программу, мы же так этого боялись. Ну, хорошо, хоть всего лишь на 10 миллиардов, мы-то ждали, что может быть больше, вот так рынок себя ведет, очень часто нелогично, да, и от него все можно ожидать. Я все время рассказываю про слушателей, говорю, что нет однозначных решений, что вот, если вот будет так, то будет обязательно вот так, а если будет так, то будет эдак. Может быть все, что угодно, потом вы, уважаемые аналитики, естественно, на следующий день или чуть ближе к вечеру все нам объясните, почему именно так произошло, и мы все будем спокойно жить дальше. Да, это нормально. Ир, ну что, на твой взгляд, с рублем? Значит, еще раз я текущую ситуацию сейчас озвучу. Значит, от недавних локальных максимумов в районе 33,50, да, один доллар стоил 33 рубля 50 копеек, вот уже сколько дневной графики я смотрю, сегодня раз, два, три, четыре, пятая торговая сессия, да, происходит коррекция, и сегодня было уже 33 рубля, то есть 50 копеек откорректировал, он вполне нормально. Ну, техническую картинку разбирать не будем. Как ты смотришь вообще на рубль с учетом вот последних событий, ожидаемых событий, будет он дальше падать? Вообще, я так понимаю, что к концу сентября особых изменений уже не будет, особо сильных. Возможно, рубль может немножко ослабнуть по отношению к доллару, где-то на 7-10 копеек, а по отношению к евро может подрасти, это тоже где-то 5-10 копеек, то есть будет на уровне 43-44 рубля за евро. Что касается курса евро к доллару за месяц, также, на мой взгляд, сильных изменений вряд ли будут, и где-то это будет находиться возле отметки 1,32 доллара. То есть где-то на текущих уровнях, да? Да. Можно говорить, тоже слово такое забавное, я всегда его слышу и произношу, можно говорить, что 1,32 в евро-долларе это некий справедливый уровень. Да, может быть где-то около того, потому что, на мой взгляд... Я просто смотрю, если посмотреть на, так сказать, более глобальную картинку, то мы вот диапазон какой-то видим, да, 34-38, например, последние полгода, да, и 32 посередине, вот вам, пожалуйста. Мне кажется, что совершенно верно, сейчас, как бы, евро-доллар, он в таком неком балансе, с одной стороны, мы видим, там, ростки восстановления Европы, и там, рост спроса на европейские активы, да, вот. И с другой стороны, мы видим сокращение по программе количественных смещений ФРС, ФРС, да, это, как бы, поддерживает доллар, и, в принципе, евро-доллар, в зависимости, там, от текущих каких-то новостей, которые выходят в моменте, отыгрываются рынком, он там может показывать широкие движения, но, в принципе, да, где-то 1,30-1,34, я бы, наверное, вот так вот смотрела на этот коридор, что где-то в рамках этого 1,32 действительно посередине, и вот в рамках этого... Ну, и можно сказать, да, что это некий курс такой справедливый, да, который включает, включает в себя, да, все какие-то, может быть, там, сиюминутные, а, может быть, там, и более глобальные тенденции, да. Хорошо, 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 давайте тогда, значит, рубль, понятно, да, перспективы все-таки у него какие, он будет в диапазоне, да, сильно, он не ослабнет все же, Наташа, да, к концу года, там, мы 35-36 не увидим уже. Нет, я лично думаю, что при, там, какой-то стабилизации оттока капитала, в принципе, которую мы ждем, и большинство, наверное, тоже рассчитывают увидеть, то рубль вполне может даже укрепиться, копеек на 50, там, в район, там, 32-50 к концу года. То есть, мне кажется, потенциал сохраняется, потому что, как я уже говорил раньше, нефть, в принципе, приличная, и отток капитала, там, порядка 5 миллиардов долларов в месяц, он нам позволяет увидеть такие котировки, по нашим оценкам. Если, конечно, мировые рынки будут реагировать какой-то, там, суперпаникой, да, то... Ну, этому всегда, оговорка всегда это звучит, да, если, значит, не случится что-то такого, что, естественно, да, все текущие картинки сразу же зачеркивает, и все бегут, сломя голову, да, в доллар, и куда, в золото еще, и прячутся там. Ну, дай бог, чтобы этого не случилось. Значит, последняя минутка, а, буквально минутка у нас, нет, еще 5 минут у нас есть. Давайте вот о чем мы поговорим с вами, уважаемые коллеги. Значит, посмотрим мы на состояние российской экономики с точки зрения инфляционных ожиданий, да, до конца года или, там, ближайший сентябрь, учитывая, что есть сезонность некая здесь, и всегда мне интересно услышать ваше мнение по поводу монетарной политики Банка России с приходом нового главы, причем, учитывая то, что мы многие месяцы, ну, немногие, ладно, несколько месяцев до этого, да, активно обсуждали возможность снижения процентной ставки, которая сейчас у нас 8,25, да, годовых, этого снижения не последовало по каким-то причинам, вот, центральный банк там лавировала, лавировала, да, выловерит ли, вот, все-таки хотелось бы узнать, Наташа, как ты думаешь? Ну, мне кажется, у центрального банка есть очень большое желание выловеровать, скажем так. Так, единственное, что пока сейчас все-таки останавливает наш регулятор, это инфляция, которая выше, существенно, пока выше целевых уровней, у нас цель 5-6%, сейчас у нас 6,5% по итогам августа, и, как бы, не было снижения по сравнению с июлем, да, хотя мы, наверное, все очень хотели его увидеть, прогноз по сентябрю, да, у нас замедлится инфляционное давление, но, там, ну, лично мы рассчитываем увидеть порядка 6-3% по итогу месяца. Ну, то есть где-то в этом целевом коридоре, да, но как бы... Да, мы видим тренд, но пока это все очень медленно, и Банк России, мне кажется, все-таки он опасается, ему интереснее увидеть сейчас, там, окончательно уже вариант по урожаю, окончательно понять, что будет с продовольственными ценами, да, и все-таки, наверное, ну, тут каждый, как бы, решает для себя сам, но мне кажется, что имеет смысл еще подождать, да, там, хотя бы месяц. То есть, твои, по крайней мере, ожидания, что ближайшие заседания Центрального банка России и Федерации, да, вопрос снижения процентной ставки не будет подниматься? Ну, я думаю, что есть еще вероятность того, да, что они предпочтут подождать вот так вот. Я понял. Я твое мнение по этому поводу. Да, на мой взгляд, инфляция в России сейчас действительно высокая, и в сентябре она может подрасти примерно на 0,25-0,30 процента. И, конечно же, к концу года покажет существенное влияние сезонные праздники, это Новый год, когда инфляция очень высокая, и как раз это очень сильно влияет на годовое значение. Ну, и по поводу ставки-то будут снижать, не будут, как ты думаешь? Ну, на мой взгляд, вряд ли. Вряд ли, да. Оснований для этого практически никаких. Нет. Ну, а ожидания рецессии в российской экономике подтвердятся все-таки, Наташа, или нет? Ну, я думаю, что рецессия-то сейчас совершенно, наверное, для нас не актуально. Мы говорим о слабом росте, это, да, это печаль, это наша проблема. Ну, пересматривают его, да, и Минэкономразвитие постоянно пересматривают в сторону понижения. К сожалению, то, что рост российской экономики сейчас, он далек от, там, желаемых 5-4 процентов, то есть мы сейчас надеемся увидеть, там, порядка 2,5 процентов, 2. Чтобы было бы уже неплохо, да? Уже неплохо, да, и, конечно, наверное, это недостаточно для развивающейся экономики, потому что это рост, там, все-таки, развитых экономик, это для США хорошо, да, это для Европы хорошо, для нас это мало. И мы сейчас видим меры властей, кстати, вот относительно инфляции, это очень интересная идея с замораживанием тарифов на год, да, который обсуждает Минэкономразвитие, уже подготовил законопроект. Вот мы помним, что они уже переносили индексацию тарифов на полгода, и тогда это дало, там, замедление инфляции в годовом исчислении, по-моему, до 3,6 процентов, там, 3,7, ну, в общем... Ну, по крайней мере, результат был. Несколько процентных пунктов, да, мы видим снижение, а сейчас они хотят заморозить на год, грубо говоря, тарифы, то есть, чтобы в 2014 году не было индексации никакой, и, конечно, если это решение будет продавлено, то это дает очень приличный маневр для Банка России, для дальнейшего снижения ставки. То есть, Банку России, грубо говоря, ничего не надо делать, и мы увидим снижение инфляции, там, в следующем году, только за счет переноса тарифов. Ну, значит, вот слово хорошее, если продавят, а как ты думаешь, ведь там интересы-то такие достаточно серьезные сталкиваются, да, вокруг этой темы? Очень интересно смотреть на эту битву, но до этого мы видели сценарий с тем, что Минэкономразвитие хотел ограничить индексацию тарифов уровнем инфляции, и это уже было бы неплохо, в принципе, да, то есть, это уже бы дало свой эффект. А сейчас заморозка тарифов, это, конечно, такой... Революционный шаг. Революционный шаг, я думаю, что не пойдут на него, но есть шанс, может быть, что все-таки согласуют на уровне, там, инфляции. Ну, то есть, какой-то компромисс найдут, да, да, понятно, что две точки зрения, они действительно слишком радикально, да, смотрят на один и тот же процесс, и если поиск компромисса все-таки мы увидим, то, может быть, да, действительно, результат какой-то и будет. Хорошо, хорошо, и добавишь что-то? Я думаю, что нет, Наталья уже все сказала. Все сказала, ну и славненько. Спасибо вам огромное, спасибо огромное. Спасибо, Олег. Итак, друзья мои, я напомню, сегодня в студии сухого остатка были Ирина Ступакова, аналитик управляющей компании Solid Management и Наталья Шилова, главный аналитик аналитического управления Бинбанка. Мы подводили итоги прошедшего на прошлой неделе саммита большой двадцатки, обсудили, кстати, их влияние на российский фондовый рынок, и не только российский, что тоже было достаточно интересно, ну и текущую картину тоже озвучили как могли. Огромное спасибо вам, огромное спасибо слушателям за внимание, всего хорошего, до завтра, успехов на рынках, пока. Спасибо.